Ну и мы к другим темам переходим. Да будет спорт! Сегодня в Рио разыграют 22 комплекта наград. Сейчас в столице Олимпиады раннее утро. Спортсмены отдыхают и восстанавливают силы после вчерашних стартов. Ну а ближе к вечеру по Москве в Бразилии зазвучат гимны и новые чемпионы осчастливят своих болельщиков. Ну надеемся, что среди них будут и россияне. За кого болеем сегодня? Сейчас и расскажем. Итак, в половине пятого вечера стартует соревнование по командной шпаге. Россию представят Вадим Анохин, Антон Авдеев и Павел Сухов. Ни у кого из них пока нет олимпийских медалей. Ну вот самое время это исправить. Шпаги скрестят в половине пятого по Москве. В теннисе у нас уже минимум серебро, но почему бы не замахнуться на золото? В шесть вечера на олимпийский корт выйдут Елена Веснина и Екатерина Макарова. Они выступят в финале в парном разряде. Кстати, это первый спор за золото наших теннисных дуэтов в истории. В воскресенье финал в парусном спорте. Наша спортсменка Стефания Елфутина первая по итогам 12 гонок. Сегодня Стефанию ждет финальный 13-й старт. Пусть эта чертова дюжина станет для яхтсменки счастливой. Тем более олимпийских наград в копилке Елфутины пока нет. Она бронзовый призер чемпионата Европы и многократная чемпионка мира и континента среди юниоров. Паруса расправят в начале 9-го по Москве. Еще одна наша надежда это Мария Пасека. Сегодня у нее финальный опорный прыжок. Маша уже взяла серебро в командном первенстве в Рио. Также у нее есть две награды Олимпиады 2012 года. Это серебро и бронза. К тому же Пасека неоднократно становилась лучшей на чемпионатах различного уровня. В том числе на мировом первенстве. За прыжком нашей Маши следим в 20.45. А мужчины сегодня на коне. И это не игра слов, а спортивная дисциплина. Болеем за наших гимнастов Давида Белявского и Николая Куксенкова. У ребят уже есть Олимпийское серебро в командном первенстве. Но не останавливаться же на достигнутом. Тем более за плечами у этих спортсменов внушительный опыт. Оба, например, не раз выигрывали чемпионаты Европы. Оседлают коней наши атлеты в половине десятого. Не пропустите. Желаем удачи еще одной нашей гимнастке Алие Мустафиной. Она сегодня выступит на Брусьях. Это финал. И начнется он в начале одиннадцатого. Брусья вообще коронная дисциплина Мустафиной. Она взяла золото в этом виде на Олимпиаде в Лондоне. Так что надеемся на повторение успеха. На бронзу сегодня надеемся и в велоспорте в 23.00. В Рио на старт выйдут россиянин Денис Дмитриев и австралиец Мэтью Глетцер. Они поборются за третье место. Наш спортсмен многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира. В копилке его соперника наград значительно меньше. Большие надежды у нас и на греко-римскую борьбу. В весовой категории до 59 килограммов. Россию представит Степан Маранян. Призер чемпионатов России. Обладатель Кубка мира и чемпион европейских игр 2015 года. Он выйдет на ковер в 23.20 по московскому времени. А уже в половине первой ночи в борьбу вступит другой россиянин. Роман Власов. Его категория до 75 килограммов. Власов уже привозил олимпийское золото из Лондона. Также он многократный чемпион Европы и мира. Так что болеем за наших. Ну что же, была одна великая, а осталось сразу четыре. Российские саблистки принесли России очередное золото Олимпиады. Эта медаль оказалась для нас единственной восьмой соревновательный день. Россиянки стали лучшими в командном турнире по фехтованию. Вот именно нашу героинь Софья Великая, Яна Егорян, Екатерина Недиченко и Юлия Гаврилова. По итогам финальной встречи со сборной Украины перевес в нашу пользу оказался колоссальным. 45-30. Эмоции наших саблисток скрывались за масками, а вот родственники девушек чувств не сдерживали. В Саранске муж Софьи Великая, Алексей Мишин, вместе с друзьями следил за поединками. Эти кадры прислал наш мобильный корреспондент. Вот как Алексей отреагировал на победу своей Софьи. Все. Вы чемпионы женские садовы. И Соня Великая получает награду, которую она нашла всю свою карьеру. Вот и в своем доме с балластью. Ты знаешь, нам больше всех хватит. Ну и расскажу о тех, кто принес нам эту победу. Лидер команды Софьи Великая, фамилия, как говорится, обязывает. Софье 31 год, за сборной она выступает с 17 лет. За это время фехтовальщица добилась небывалых высот. Цифры здесь более чем красноречивые. Великая, 7-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы. И вот, наконец, самый желанный титул. Лавровый венок Олимпиады. Яна Егоряна в Рио-де-Жанейро уже второй раз поднялась на высшую ступень пьезистала. А ведь это дебют спортсменки на играх. Девушке 22 года, родилась она в Ереване. А потом вместе с родителями переехала в подмосковные Химки. Здесь девочка занялась фехтованием, тренировки дали плоды. Игорян выиграла титул чемпиона России. 4, что побеждала на первенствах Европы. Ну и, наконец, олимпийский триумф. Екатерина Дьяченко, 28. Она трехкратная чемпионка мира. Пятикратный триумфатор первенств Европы. Кстати, ее брат тоже фехтовальщик. Бронзовый призер Игорь Алексей Дьяченко. Такая вот спортивная семья. Мы выигрывали и этапы Кубка мира, и чемпионат Европы, и чемпионат мира. И мы чувствуем каждое плечо друг друга. Если у кого-то что-то не получается, всегда подругу поддержат по команде. Я считаю, что я сделала все, что смогла. В личных все, что смогла в команде. Сколько смогла, столько нанесла. Екатерина Дьяченко уверенно побеждала соперницей. На голову разбила мексиканок в четвертьфинале. Вот в полуфинале с американками получила травму и не смогла продолжить бой. Свою победу Екатерина посвятила бабушке. Она умерла два месяца назад и не смогла увидеть триумф внучки. Четвертая саблистка Юлия Гаврилова. Ранее она покорила Европу и мир, завоевав аж восемь титулов. Но в Рио наглядно показало, что и на скамейке российской сборной находятся настоящие чемпионы. Золото Олимпиады не даст соврать. Продолжение следует...